Добрый день, дорогие горожане! Как всегда, по выходным на канале НВК Саха выходит программа, которая так и называется «Горожане». И веду её я, журналист Дмитрий Аргунов. И у нас во дворе конец апреля, власти республики и городские власти, муниципалитеты шаг за шагом вводят новые ограничения, связанные с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией. И у нас весь прошлый год на слуху была административная комиссия города Якутска, которая под руководством нашего сегодняшнего героя Феликса Александровича, ну, не то чтобы отличилась, да, но ещё раз говорю, была на слуху, была ньюсмейкером. Очень много информационных поводов было связано с деятельностью вот этой структуры. И сегодня мы поговорим, вообще у многих горожан есть недопонимание того, чем занимается территориальная административная комиссия. И вот эти все вопросы мы попытаемся сегодня разрешить в беседе с нашим героем. Феликс Александрович, ну, давайте вот начнём, реально мы с вами сталкивались, ну, раз или два в рамках того проекта, который я до нынешнего вёл, да, один из нас. Административная комиссия города Якутска, её полномочия, её субъекты, её деятельности, какого рода нарушения регламентируются постановлениями вот вашего органа, да, давайте начнём с этого. Ну, давайте начнём с того, что административная комиссия вообще молодая организация, она создана была всего лишь в 2010 году, 24 августа. И в прошлом году был, как бы, юбилей, 10 лет. И в связи с нашим положением административная комиссия является коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных кодексом Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Как вы все, наверное, знаете, что в каждом регионе Российской Федерации имеются свои кодексы, клапы. И большинство статей в этом кодексе составляем протоколы мы и, соответственно, рассматриваем мы тоже сами мы. Но в основном наша деятельность составляет протоколы по статье 3.5. Это нарушение тишины и покоя граждан. Таких материалов у нас практически большинство, можно сказать, одна треть. Люди жалуются в полицию или непосредственно к нам и составляются протоколы или же нами, или же территориальным органом управления. Потом мы рассматриваем их и налагаем, или же оградимся с предупреждением, или налагаем штрафы, или же прекращаем. Или же по благоустройству города Якутска, например, бывает нарушение, например, по уборке территории, по благоустройству, по фасадам, например, по информационной конструкции. Там есть отдельные статьи, отдельный штраф, отдельный протокол. Это второе место в нашей деятельности. Ну и третье, вот статья в прошлом году появилась новая, она 3.8, она называется «Нарушение антиковидных мер, принятых Республикой Саха-Якутия». И все указы главы Республики Саха-Якутия, которые рекомендируют эту деятельность, если ее не нарушают, то, соответственно, наступает уже ответственность предусмотренной этой статьей. Статья очень новая, она была принята на ходу, я бы сказал, она принята своевременно и оперативно, кельтуменом. И вот третья миссия, вот эта статья была в прошлом году, по количеству социальных протоколов. Но рассматриваем эту статью не мы, мы только составляем по этой статье протоколы, а рассматриваем уже и мировой суд. Мы направляем в суд, и уже суд принимает решение. То есть, Феликс Александрович, получается, у вас, как многим кажется, это не каращий некий орган, который сам постановление и прочее выписывает, а своего рода промежуточное звено между теми судебными органами, которые, основываясь на административный кодекс, накладывает определенные решения, и местным органам самоуправления. По некоторым статьям мы сами принимаем решения. Например, по нарушению течения погоды грязи, по благоустройству, по уборке территорий. А вот именно по антиковидным статьям нет. Все хорошо. Мы рассматривали, как вначале говорили, именно в свете антиковидных. Но поскольку повод, скажем так, печальный, но тем не менее он имеет место быть. Ваш опыт двухкратного, скажем так, введения ограничительных мер. Давайте мы рассмотрим весь спектр тех нарушений, на которые идут предприниматели, на которые идут субъекты малого предпринимательства, объекты торговли. Каковы они могут быть? Кроме того, что там это временной график, что еще можно? Давайте у вас спектр рассмотрим. Основным нарушением является нарушение масочного режима и дистанционного. Обычно сначала, если начнем с прошлого года, сначала ни у кого не было этих разметок, так называемых. Потом они стали требовать, и они потом уже появились. На втором месте, можно сказать, масочный режим. Продавцы не всегда носят маски, и в-третьих, они не носят перчатки. Каждый продавец по правилам режима повышенной готовности должен быть в маске и в перчатках в рабочее время. Ну и в-третьих, это нарушение режима работы, то есть и дезинфекции, я бы сказал. Режимы работы обычно касаются этих общепитов. Сейчас они до 19 должны работать. Раньше тоже было, потом были смягчения. И не все проводят дезинфекцию. Например, недавно мы состояли протокол в отношении банка, который дезинфекцию не проводил. Суд принял в виде предупреждения, конечно, все равно. Включить в логику, Феликс Александрович, а вообще наличие вот этой разметки, да? Я не говорю о мерах СИЗ, которые должны в обязательном порядке быть надеты на каждом персонале. Является ли такое уж значительное нарушение наличие или отсутствие разметки? Просто как гражданин, как юрист? Все-таки, ну, расстояние, все-таки это болезнь распространяется от человека к человеку. И возручный камень капельным путем. То есть, ну, наверное, ученые не просто так приняли эти расстояния, там, полтора метра, два метра. Наверное, по этим расстояниям, наверное, все-таки есть какие-то ограничения, что человек не заразится. Ну, это же все в процентах. По большому счету, все это может быть... Но я не могу судить, потому что есть все-таки исполнительные органы. Мне сказали, вот, указ, по которому я должен контролировать, чтобы исполнение этих правил. То есть, как хорошие солдаты, вы не должны раздумывать над содержанием приказа, вы должны выполнять. Ну, примерно так. Примерно так, конечно. То есть, нет, я абсолютно понимаю, потому что в сфере вашей деятельности, в сфере людей, которые к юриспруденциям имеют отношение, субординация и исполнение, скажем так... Ну, знаете, закон есть закон, ну, закон суров, но он закон, ну, я... Сначала нужно менять закон, если хотим, чтобы это изменить. Ну, абсолютно согласен. По части дезинфекции, да, не секрет, что в начале прошлого года для многих предпринимателей просто тяжело было достать те или иные элементарные дезинфекционные материалы. Элементарно маски тоже. Вы подходили как-то с учетом момента, когда... Смотрите, а вот каждый день мы проводим рейды, и даже во время осмягчения мер. И если мы, например, ну, если мы на тысячу проверенных объектов, мы на две трети или даже больше мы ограничимся профилактической беседой или же разительной беседой. Если видим нарушение, мы не всегда составляем протокол. Это крайняя мера, да? Это крайняя мера, если уж существенные нарушения, или же они повторяются, например. Повторяются мы. То есть один и тот же объект торговли вы можете прийти до 12 раз. Ну, можно на завтрашний день подойти и посмотреть, надел ли он в Москве или нет, ну, грубо говоря. Очень много было видео и различных, скажем так, в соцсетях отражений, когда вы в коллаборации с определенными блогерами, пользователями социальных сетей, ну, проводили совместные рейды, ну, с некими общественными движениями даже, да? Вообще вы, как видите, полезны вот такие совместные мероприятия? В чем их польза, в чем может быть минус? Ну, как любая организация, муниципальная государство, деятельность организации должна быть открытой и прозрачной. Поэтому, ну, полагаю, идя по этому принципу, мы всегда рады, когда кто-то нами интересуется, и мы, чтобы посмотреть нашу работу, наши мероприятия. Это, во-первых. Во-вторых, для чего это нужно было? Нас все-таки не так много для города. У нас сотрудников в связи с 5 человек, в связи с самой. 5? 5 человек, да. 5 человек, ага. И чтобы как-то охват был больше, и чтобы люди больше знали, что такие работы проводят, что они могут быть наказаны за те или другие нарушения, нам нужен был, нам нужны были публикации, нам нужны были, так сказать, отражения, чтобы люди говорили об этом, чтобы, ну, блогеры все равно, это же средства массовой информации. Поэтому мы пользовались ими, и услугами этих таких людей. Ну, как вы считаете, продуктивно? Да, конечно, потому что без публикаций, без распространения этой информации нам было бы намного сложнее. Ага. А та деятельность в сфере ограничений, ну, ограничений, скажем, по торговле алкоголем и так далее, это же тоже ваше поле деятельности было, да, или нет? Ну, по времени там. Ну, по времени, да, это уже антиквитный мир, а чисто нарушение, незаконная продажа, легализация, реализация алкогольной продукции, это статья другая, под ним составляет протокол, полиция или Минпред. Много было, вот, в тех же видео предприниматели реагировали по-разному, да? Да. То есть были те, которые с пониманием относились к вашей деятельности, но были те, которые, ну, резко негативно, возможно, даже некорректно высказывались про те цели и задачи, которые вы проследовали. Вот, вот, как к таким субъектам относиться, чисто по-человечески? Ну, чисто по-человечески, знаете, любые изменения, любые какие-то перемены, они все равно людьми, обществом в целом воспринимаются не очень хорошо, ну, как бы негативно, потому что все равно как-то менять свою жизнь по-другому, как-то перестраивать все равно сложнее. Поэтому я их понимаю, почему. Ну, со временем все равно, или потом поймут. То есть вот эти все резкие высказывания и так далее, вы просто отпустили с миром и все. А что я должен был сделать? Нет, нельзя было обратиться с ответами, какими-то исками. Нет, нет, нет. Это я понимаю, чисто по-человечески. Я бы тоже, наверное, так и реагировал, если бы пришли ко мне и начали что-то требовать, которую я раньше не делал, даже не знал. Нет, ну, согласитесь, что, как юрист, незнание законов и правил, да, это все равно, мы все равно составляем протокол и уже он, в любом случае, ответит, если нарушает. По части благоустройства и правилам градостроительства, это же тоже ваше? Ну, не правила градостроительства, а правила благоустройства города. Благоустройства города. То есть вывески и прочее, это не ваше все? Наши тоже объявления, вот эти плакаты, информационная конструкция тоже наши. Вот, у нас недавно очень выборы прошли, да, Евгений Александрович, вот, очень, да, очень много нареканий к агитационным материалам, которые развешены в подъездах, которые развешены на остановках. Как с этим бороться-то? Я понимаю, что мы привыкли все бороться. Агитационные материалы как бы не подпадают под наши суки. Агитационный материал, под агитационный материал есть специальная статья, предусмотрена КОАПом Российской Федерации. Тут же другая статья, поэтому по КОАПу РФ мы не можем работать, ну, если чисто юридически. Но все равно нужно бороться, ну, территориальный орган управления их убирает, дворник убирает, сами тоже кандидата собирают, ну, если обнаружим, то мы им сообщаем, чтобы убрали. Мы сами составить протокол по агитационным материалам не можем. Чисто по объявлениям можем, да. Чисто по объявлениям, типа, там, продается квартира и так далее, вот, который навешан. Ну, или там проводится ярмарка, там, например. Я вот недавно вернулся с командировки в славный город Нивингри, да? Ага. Ну, вот идешь по улице, вот, ограждение, строительство, допустим. И вся увешана, значит, да не агитационными объявлениями, там, объявлениями, сауна, там, дровяная такая-то, там, и так далее. Ну, составил свое специфическое очень мнение по нарушенной рекламе, которая принята в маленьких городах. Вот как нам, согласитесь, что Якутскому, ну, мало чем отличается, да? Есть места, пространства, где, ну, режет глаза, скажем так, вот, вот это вот наспех наклеенное, некачественное, да, грубо говоря, страдающее от отсутствия дизайна и так далее. Рекламная продукция. Вот, давайте, рецепт борьбы какой? Смотрите, почему в Петербурге нет объявлений? Я не знаю, там каменные, потому что все. Что каменные? Ну, ограждение и заборы. Нет, но все равно можно было приклеить или, там, скотч, неважно. По идее. Почему? Почему? Потому что там дворники каждый день убирают их. Им невыгодно клеить. Ага. И тратится на новые. Да. Потому что это все равно затраты какие-нибудь, чтобы расклеить, расклеить, сука, это материалы. Ага. А если, ну, если их убирать каждый день, тогда никто не будет клеить. Ну. Ну, я об этом пытаюсь им говорить, реальным органам управления. У них есть свои дворники, чтобы они срывали эти объявления, выбрасывали, чтобы не было выгоды расклеить. У нас сегодня сейчас, современный мир, у нас этих информационных технологий, социальных сетей очень много. Рекламы там уже достаточно. Достаточно там реклами не доценивается, наверное, сейчас. Уже вот клеить объявление, это уже прошлый век. Архаизм, да? Ну, а тем не менее, вот наш город сейчас находится под Космодрайв, по-моему, называется, да? То есть на переходах там и так далее. Вот эти мини-баннеры, которые зачастую обзор перегораживают и так далее. Вот с ними... С этим тоже мы боремся. Начиная, наверное, с прошлого года, активно начали работать по этим баннерам и информационным, в целом, по информационной конструкции. Была же определенная структура в мире, которая... Да. Она сейчас в управлении муниципального контроля. Как бы слились с ними. Но все равно, то есть полномочия силика, они взяли в МК. То есть все вывески... В МК. И прочее, это в другом, скажем, виде не получается. Нет, ну составляем протоколы. Ну, они тоже могут составить протоколы, они тоже полномочные, мы тоже можем составить. Вы тоже можете составить наряду с ним. То есть люди могут пожаловаться, скажем так, на ненадлежащую или там, по их мнению, нарушающую какое-то правило вывески. И... Вот, например, эта информационная конструкция незаконная. Не должна быть так. Они не должны... Столб... Сваи... На сваях решится? Да. Ага. Она должна на плоскости генея и тому подобное. Не должна перегораживать столбы. Ага. Столбы, вот эти окна. Все хорошо. Оставим вот эти вот... Визуальный мусор, да, как любят говорить. Информационный мусор. Ирина Дмитриевна, да. Визуальный и информационный мусор в сторону. Еще какие правила благоустройства в вашем поле находятся? О, ну, например, есть закон о языках. Ага. По этому закону все вывески должны быть, все объявления, рекламы должны быть на двух языках. В государственных языках Республики Саха и Якутии. Есть статья в кодексе административных коронавирусов, 13.4, которая говорит о том, что нарушение закона... Вот именно этого закона по языках. Каждая вывеска на домах должна быть на двух языках. Только вот это. То есть, если я наклеил объявление, если на вывеске нарушены определенные требования и так далее, только вот эти. Остальные правила благоустройства полномочий административной комиссии не касаются? Нет, касается просто по некоторым правилам, по некоторым пунктам правил нет статьи «кооперция», то есть нет ответственности. Есть рекомендирующий пункт о том, что так должно быть, но может быть нет за это ответственности. То есть, если нет ответственности, в принципе, не за что и привлекать, в принципе? Ну да. Невозможно создать протокол, если не будет статья «кооперция». Ясно. Есть правила благоустройства в городе Япутске, есть Коап РСЯ отдельный документ. Они иногда часто противоречивают друг другу? Нет, они не могут противоречить. Это Коап РСЯ, можно сказать, дополнение правил благоустройства. Правила благоустройства большие, Коап маленькие. Например, за те или иные пункты правил благоустройства есть ответственность Коап РСЯ, а по другим нет. Ну, это особенность, скажем так, опять же, респруденцы и... Да, можно принять, например, самовыгул запрещен по правилам, но за это в Коап РСЯ нет. Стоп. То есть выгул собак это все-таки, опять же, самовыгул? Ну, не выгул. Ну, самовыгул тоже считается, как бы? Самовыгул, да. Да, ну, например, по правилам благоустройства города Якутска владелец собаки должен убирать эксперименты за свои животные, но за это ответственности нет в Коап РСЯ. То есть протокол составить невозможно? Невозможно. Невозможно. Но он должен, по правилам благоустройства, он должен убрать. И самовыгул запрещен. Опять же, вот в данной тупиковой ситуации какой выход? Принять закон Коап РСЯ. Филикс Антонова. Инициировать. Внести изменения в Коап РСЯ. А почему вы не пользуетесь вот этим механизмом? Вы же, в принципе, как территориальные органы. Да, можно инициировать, да. Сейчас готовится проект, в данное время проект готовится внести в Коап РСЯ статью о самовыгле животных, домашних животных. То есть, опять же, перенесемся в частный сектор, да, не с площади Дружбы народа, где мы сейчас находимся, в частный сектор. У нас 90% случаев с увеличением бродячих безнадзорных животных связано с тем, что, ну, как хозяева говорит на самовыглу, выгул отправили там и так далее. То есть, отпуская собаку с привязи, они фактически нарушают правила благосостояния города Якутика. Опа. И за это ответственность? Нет пока. Пока нет? Ну, будет. Но будет. Какое время? Если депутат Ильтуменов примет этот проект. Кого из депутатов Ильтуменов вы считаете союзниками в этом непростом очень процессе? Ксенофонтова Павла. Паша Ксенофонтова. Павла Валерьевича Ксенофонтова. Когда все-таки, ну, может быть, не для камер, но когда все-таки вот это вот золотое правило, оно ступит силой? Ну, я думаю, они обещали, мы в тот раз с Ильтуменом были, у Ильтуменов был муниципальный час, и я высказал это на этом совещании. И они обещали вот на весенних и летних сессиях посмотреть. Ну, согласитесь, что как гражданин это напрямую пересекается вот с тем, что все регионы абсолютно сейчас стонут от того, что не выполняется так называемый закон Бурматова. Весь вот этот, все это неуполнение, весь объем неуполнения, все те мизерные вот эти средства, которые выделяются на новые правила, они, еще раз говорю, напрямую связаны с тем, что большее количество вот этих дачных жителей, ну, отпускают собаку. Да, отпускают, выбрасывают собаку. Вот за это должна быть ответственность. Собака, все-таки это источник обычной опасности. В любом случае. Согласитесь, что вот, допустим, было не пристегнутый ремень, да? Когда штраф был там 100-200 рублей, ну, мало кого это волновало. Когда начали выписывать штрафы на 500 рублей, на 1000, да, сейчас сколько, по-моему? Я не знаю. Сейчас, по-моему, сколько сейчас за непристегнутый? 500, по-моему, все равно 100. Ну, мы очень быстро же научились, да? Да. Очень быстро научились. Вот, как вы думаете, какой размер штрафа был бы соразмерен от того ущерба, который наносят нерадивые хозяевые животные, которые отпускают в конце дачного сезона, или вообще во время обычного? А пускай и дед сама гуляет. Какой штраф должен быть на этих хозяев? По федеральному закону максимальный штраф на граждан может быть только 5000 рублей. 5000 рублей? От одной до 5000 рублей. Но, судя по логике, нашим законодателям нужно требовать по максимуму, чтобы получить какую-то... Ну, я думаю, от одной до пяти. От одной до 5000. Да. В зависимости от случая, если там собака набросилась на кого-то там и так далее, и так далее. Ну, это уже другая будет уже как бы нарушение, ну, даже преступление может быть. Но все равно, да. Это уже в уголовный кузов заходит, да? Ну, если собака напала на ребенка. Напала на ребенка, допустим. Это уже может быть ее уголовный. Хорошо. И плавненько перетекаем еще раз, еще к одной сфере вашей деятельности, которая... Это соблюдение закона о тишине. Многие, особенно в новостройках и так далее, они просто путаются, да? Есть российский закон о тишине, есть по городу Якутску время установлено, когда нельзя шуметь. Давайте вот мы какое-то пояснение сделаем, когда точно в городе Якутске нельзя шуметь, сверлить, играть на рояле. С 9, будние дни. Будние дни. Будние дни с 9 вечера до 8 утра. Это будний день? Да, будние. Праздничные и выходные дни с 10 вечера до 10 утра. И все? Все. И дневной, дневночный, ну, тихий час. Два часа. С часа до трех. С часа до трех? То есть, вот это законодательно, это все прописано? Да. Кодекс. В прошлом году в связи с тем, что практически все население, кроме там сотрудников органов госвласти и так далее, сели на удаленку. Дети в том числе, одними из первых. И во многих новостройках, где идут параллельно шли ремонты, да, многие жильцы начали требовать, помимо вот этих существующих, то есть, как вы сказали, в будни с 9 до 8 утра, и в обеденное время с часу до 3, да, и в праздничные дни с 10 до 10. Еще дополнительные какие-то зоны тишины. То есть, у меня идет зум, допустим, у ребенка, давайте не это, установим ограничение по шуму еще дополнительно, допустим, с 11 дня до 14, допустим. Насколько правомерны вот такие вот требования еще раз со стороны жителей новостроек? Ну, если инициатива, конечно, будет, то если проект законы внесут Эльтумен, то если Эльтумен примет такой закон, то могут и дополнения внести в статью. Для этого, опять же, нужна инициатива, то есть, вот эти жильцы новостроек и так далее должны... Через своих депутатов могут инициировать законопроект. Только через депутатов? Если депутат, скажем так, спит просто. Нет, почему? Могут, и гражданин сам может инициировать любой закон, как гражданин. Самостоятельно или в составе трех человек? Да, самостоятельно, может инициировать любой закон. А алгоритм действий, вот если нарушается, скажем так, кто-то свердлит в 10 часов вечера будни там и так далее, алгоритм действий какой? Ну, если в дневное время, в принципе, то можно сразу, например, позвонить в округ или в административную комиссию. По этой статье составляет протокол только мы, полиция не может составить протокол. В ночное время обычно, естественно, звонят в полицию. Ну, да. Если соседей-то шумят, пьянцуют, например. Они выезжают, фиксируют, отбирают заявление, объяснение от всех участников. И материалов потом направляются в округ, в территориальный орган управления. В территориальный орган управления округ позывает этого человека, в отношении кого было написано заявление. И, соответственно, или составляет протокол, если есть состав правонарушения, или не составляет протокол. Если составили протокол, то протокол уже поступает к нам на рассмотрение. Мы уже принимаем решение. Если человек, грубо говоря, бухает сутками-то, включает магнитофон, что я как гражданин могу сделать в отношении этого человека? Ну, помимо кодекса об антиферсивных правонарушениях, есть кодекс, гражданский кодекс, ГПК. Можно подать суд в гражданском порядке и попробовать выселить этого человека. Выселить? Да. Есть же у нас жилищный кодекс, по которому граждане должны соблюдать права своих соседей. Если ваши права нарушаются, то почему бы не подать в гражданский суд и не попробовать выселить этого человека? Хотя бы для того, чтобы он достал перед судом. А на практике, в суде, наверное, такого не было, чтобы выселили? Очень редкий случай. То есть наличие в подъезде, скажем так, мини-отеля, это нарушение? Это налоговое нарушение, да. То есть, в принципе, можно подать в налоговый орган для того, чтобы в отношении собственника возбуждали какие-то меры? Да, чтобы провели проверку. Если факт подтвердится, то, конечно, могут быть приняты меры. Вернемся к ковидным мерам. Многие предприниматели еще раз говорили, что... Я много общался с предпринимателями, с торговлей, с общепитом. Говорили, мы буквально вот на грани существования находимся. То есть уже не можем терпеть там. У нас вот это количество посадочных мест, которые уменьшаются с... Ну, в прошлом году мы помним, да, то есть уменьшение, уменьшение, уменьшение. Очень отрицательно на нашей экономике отражается. Сейчас вот кинотеатры тоже, если... Культурный мерамент был 75, сейчас опять ограничили до 50. Если рост заболевания продолжится, в принципе, уже могут опять закрыть. Вообще, очень непростое, согласитесь, время живем, что вроде бы, да, я вот вложил свои средства, вложил определенное время, усилие для того, чтобы начать бизнес, продвигать его, получать стабильный доход для того, чтобы прокормить не только себя, но еще и своих сотрудников, которые, ну, по-наему, работают. Как закурить трубку мира вот между предпринимателями и теми органами, в частности, вашей структурой, да, чтобы, ну, как можно меньше урон был? Ведь согласитесь, что вот никого не станет лучше, если, скажем, уровень жизни у наших с вами горожан резко падет. Почему все думают, что мы воюем с предпринимателями? Это не так. В большинстве случаев мы оградимся предупреждением или же премиологической беседой. Ну, если говорить о том, что, если выбирать между безопасностью граждан и экономическими какими-то соображениями того или иного предприятия, то мы все равно выберем безопасность граждан. Если от этого нарушения зависит, может зависеть, может угрожать здоровью или жизнью граждан других людей. Если, например, ну, грубо говоря, например, собирают толпу, да, со своим заведением, проводят дискотеки. Там практически, можно сказать, один человек появился, мог заразить всех, а эти люди могли заразить других своих, там, близких людей, стариков, идти. А тогда как, ну, в любом случае, безопасность граждан будет выше при любых обстоятельствах. Чем преуспевание отдельно взятого предпринимателя, который, ну, не стал вдаваться в свою ответственность очень глубоко и поставил под удар жизнь и здоровье своих клиентов. Сейчас вот буквально 3-4 дня тому назад запретили переправы по ледовым переправам, да, переправляться по ледовым переправам. Межсезонье это еще одна зона вашей ответственности, то есть выезд на лед и так далее. Вот имеешь штат 5 человек, Феликс Александрович, как вы собираетесь контролировать все выезды на лед? Невозможно же это. И вообще, вот как работа в этом направлении? Ну, это штат 5 человек, а на самом деле нам, у нас окружная администрация на целом. Многие сотрудники, специалисты, должности лица других структурных подразделений имеют право составлять протокол. В том числе и у специалистов ГОИЧС, то есть по выездам на лед не только мы выезжаем, мы можем, но выезжают также, кроме нас, также и специалистов ГОИЧС. Они составляют тоже протокол на миссии. То есть машина переправляется, скажем так, незаконно через Зеленый Луг? Да, остановили. Бдительные граждане позвонили? Нет, почему там стоят, например, наряд сотрудников полиции, ГАИ, ГБДД и МЧС, и ГОИЧС будут стоять. Они остановят машину и составляют протокол на миссии. То есть это не прерогативы ГАИ, но прерогативы, получается, органов МЧС. Органов местного самоуправления. Местного самоуправления. Органов местного самоуправления. У ГОИЧС это структура окружной администрации. Бобрикин был? Бобинок. Да, Бобинок был. И, соответственно, в вашем же видении находится, как бы это смешно ни звучало, на плавании в непозволенных местах. Да. Летом, да, мы переходим от выезда на лед на нарушение правилам по водным объектам. И тоже составляется. Ну, в прошлом году был составлен первый протокол. Честно скажу, это практика по этой сети в других годах, в предыдущих годах вообще не было. В прошлом году был составлен первый протокол по нарушению этого закона. В этом году тоже, ну, возобновимся, и антиковидные мероприятия не слишком будут сильными. Если все-таки смягчение какое-то будет, то мы перенесемся на эти нарушения. А как гражданин осознает того, что он нарушает какие-то правила, грубо говоря, в сильную жиру зайдя в водоем? Грубо говоря, можно купаться только на пляж. Отведенном для этого место, огороженном, снабженном спасательными средствами и так далее? Да. Ага. Там купаться нельзя. Там опасно. Да. Товарищи дорогие, те, которые любители на водоемах 202 микрорайона покупаться летом, со всей ответственностью, вот лицо руководителя административной комиссии города Якутска, Феликс Александрович Антонов, заявляем купаться, кроме как на пляже, отведенном на 202 микрорайоне, и, по-моему, на Сергеевском пляже, по-моему, отведенный пляж есть, категорически нельзя. В противном случае вы рискуете попасть под меры административного воздействия, про которую нам сегодня рассказывает руководитель административной комиссии города Якутска, Феликс Антонов. И в завершении нашего блока вопросов, понятно, что неуютно, как-то вот сидим, смотрим, вот куча вообще народу проносится мимо на машинах, там, то-то-сё и так далее. Вообще у нас город, клубок проблем. То дороги ремонтируют, то дорог нету, то урны не убирают, то какая-то вывеска не соответствует, или вот там несоответствующая конструкция висит на сваях, допустим. Ваше пожелание горожанам в том плане, чтобы у вас было меньше работы? Ну, как... Ведь это же на самом деле мечта, утопия. Многие писатели есть, которые в некое идеальное государство мы принесёмся в своём воображении, где граждане абсолютно не нарушают никаких правил. Ну, что можно пожелать гражданам? Ну, знайте законы, законы, которые регламентируют или иные, ту или иную ответственность. Многие не знают, что там нарушать, там, клеить объявления нельзя. Многие не знают, что нарушать в определённое время нельзя, и что он первый раз от нас слышит. Вот, читайте больше законов, следите за законами, тогда и проблемы, тем более с нашей стороны, не будет. И повторю фразу, которая прозвучала из уст Феликса Александровича. Незнание законов и правил не освобождает вас никоим образом от ответственности. Это фактически первое правило юриста, которое они зачастую очень-очень часто повторяют. И ещё раз напомню, административная комиссия города Якутска у нас продолжает работу и в зоне ограничений, и в зоне тех, той сферы деятельности и жизни наших граждан, с которой мы зачастую сталкиваемся. Это и ремонтные работы в новостройках, даже и капитальный ремонт каких-то жилья, допустим, которые, ну, стенку сносят, к примеру, да, шум стоит такой, когда кувалды работают, что, мама, не говорю, это и самовыгул собак. Я очень хочу надеяться, что с общими усилиями, с депутатами законодательного собрания, государственного собрания Ильтумен и административной комиссии, и муниципалитета, всё-таки вот это правило по самовыглу, так называемых, собак, вступит в силу, и те нерадивые хозяева домашних животных, которые, ну, становятся потом обитателями пункта передержки животных, они всё-таки вступят в силу, и нерадивые хозяева будут нести ответственность, в том числе и материальные. И прежде всего, именно в эти дни, сейчас конец апреля 2021 года, дорогие наши сограждане, дорогие наши горожане, берегите себя, соблюдайте все меры социальной дистанции, соблюдайте масочный режим, простите нас с Феликсом Александровичем, если надо, мы можем предъявить сертификаты вакцинации наличия стующей, да, и всё-таки согласитесь, что двое типов масках этого экрана телевизора будет выглядеть как-то отталкивающе. Поэтому, ради бога, простите, это просто для того, чтобы, ну, наш с руководителем административной комиссии города Якутска Феликсом Антоном на разговор выглядит более-менее пристойно, а то подумают, двое сидят в машине в масках, не собрались ли они что-нибудь сделать противозаконным. Это шутка такая. И смотрите нас каждые выходные в 15 часов на канале НВК Саха, программа называется «Горожане», увидимся ровно через неделю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!